Будет ли биткоин расти дальше, а также что будет с другими валютами, посмотрим в этом выпуске. Меня зовут Роман Корнев, приветствую всех трейдеров компании A-Markets. Ну и поехали. Если посмотреть на график, то мы увидим, что последние несколько дней биткоин начал расти. Как я и ожидал, он отбился от линии поддержки 13886, правда чуть-чуть пораньше. Кто учился у меня на обучении, знает, что цена на горизонтальных уровнях может немножко не дойти и отбиться. В отличие от наклонных, там как правило цена четко отбивается. Давайте посмотрим график D1 или даже H4. Ну вот мы видим сильный импульс на D1, давайте подробнее рассмотрим на H4. Что я здесь вижу? Я вижу сильный импульс, затем консолидация, затем опять импульс, но уже поменьше и опять консолидация. И здесь у меня для вас две новости. Первая новость это на прошлой неделе, кто смотрит мой канал, если кому интересно подписывайтесь на мой канал, ссылочка будет в описании к этому ролику. Я рассказывал об исследовании компании Matrixport, которые выложили аналитику, что каждый год в течение 8 лет биткоин рос в китайский новый год. То есть если вы купили в начале китайского года и продали через 10 дней, то вы гарантированно заработали бы вот эти вот все 8 лет. Смотрите, максимальный доход был 15%, минимальный 1%. И в этом году мы все рассчитываем, что он тоже вырастет и мы на этом заработаем. Я купил биткоин, жду, что он вырастет. Однако мой технический анализ говорит о том, что биткоин может все-таки откорректироваться вниз. И вот почему. Во-первых, мы видим, что каждый новый импульс меньше предыдущего. И биткоин все больше начинает консолидироваться во флете. Во-вторых, если посмотреть на гистограммы MSED, то мы видим внизу, что каждый новый максимум гистограммы ниже предыдущего. Это означает дивергенцию. Поэтому я все-таки боюсь, что он может откорректироваться. Но я надеюсь, что я ошибусь и аналитики компании Matrixport выиграют свой раунд и мы вместе заработаем. Если вы купили, как и я, биткоин на прошлой неделе, то рекомендую поставить стопы в районе цены нижнего коридора. Вот нижнего коридора этой текущей консолидации. А вот такие мысли по биткоину. Давайте посмотрим евро-доллар. Здесь ситуация слегка похожая. Тоже был сильный импульс, потом было две консолидации. И, кстати говоря, те, кто торгует моим роботом, я в прошлый раз говорил, что можно продать от верхней границы предыдущей консолидации. Когда цена начинает входить в такие консолидации, она долго может двигаться около своих же консолидаций. То есть вот она шла в боковом тренде, потом раз вышла и опять начинает рядом идти. Потом раз, опять сильное движение и опять в консолидации. Когда вот такие периоды проходят, здесь лучше всего торговать в режиме buy и sell. Кому интересно про робота, у меня на канале, посмотрите. Если бы вот у этой границы консолидации, вот наш один, вот здесь я рекомендовал, вошли бы в режиме, да в любом режиме на самом деле. Вы бы в любом случае заработали, потому что цена куда бы ни шла, она потом возвращалась обратно. Это самое идеальное для торгового робота, который торгует в обе стороны. Главное, чтобы цена возвращалась к этому же уровню. Тогда он больше всего прям зарабатывает прибыль. Ну ладно, не все торгуют торговым роботом. Давайте покажу разворотные точки, как можно вручную поторговать. Например, отложенным ордером. Вот здесь вот в районе линии сопротивления, в районе цены 1.0928, можно будет ставить ордера на продажу и зарабатывать на снижение. Британский фунт движется вверх, как я и жду его наверху, около линии Fibonacci 61.8. Оттуда будем продавать, зарабатывать на снижение. Если посмотреть на H1, то здесь видно, что есть вот такая вот линия сопротивления. Любители поскальпить, можно будет торговать от этой линии. Здесь вот в районе цены 1.2418, можно будет ставить ордер на продажу и зарабатывать на снижение. Доллар Канадис движется вниз, движется вниз и мы ждем его около линии Fibonacci 38.5061.8, чтобы отсюда покупать. Но если он вдруг соизволит вырасти к линии сопротивления, вот эта вот, эта зеркальная линия сопротивления, она совпадает с линией Fibonacci 23.6, то здесь можно будет продавать и зарабатывать на снижение в районе цены 1.35.08. Ну и давайте посмотрим доллар к швейцарскому франку. Здесь тоже есть линия Fibonacci и сейчас цена законсолидировалась после сильного нисходящего движения. Я рассчитываю, что она пойдет в коррекцию наверх. Если это случится, то мы ждем здесь тоже около уровня Fibonacci 23.6. Можно будет продавать, зарабатывать на снижение в районе цены 0.93.29. Вот такой вот сигнал. Полный обзор смотрите у меня на канале, ссылочка в описании. Там я рассмотрел еще золото, серебро, нефть и другие валюты. Ну а давайте сейчас посмотрим экономический календарь. Там есть что посмотреть, очень много интересных новостей. Итак, в понедельник на разогреве ВВП Германии. Во вторник опять же ВВП Германии будет, а также индекс потребительских цен, который отражает инфляцию. Это по еврозоне. Также вечерком по Канаде будет ВВП. Ну давайте дальше смотреть. Среда, индекс потребительских цен по Европе в 13 часов. И вечером, что самое важное, будет заявление ФОМС в 22 часа по Америке. И решение по процентной ставке в Америке. Здесь планируется повышение, поэтому ждем, если будет повышение, это может укрепить доллар. Готовьте депозиты. В четверг также решение по процентной ставке в Британии. Тоже планируется повышение, тоже ожидаем укрепление британского фунта. А также решение по процентной ставке ближе к вечеру по еврозоне. С 2,5 до 3. В общем, целый парад повышения процентных ставок. Ну и в пятницу, нонфарм. Это изменение числа занятых не в сельскохозяйственном секторе. Традиционно мощная новость. Ожидается снижение занятых. Это негативная новость. Если она подтвердится, то значит это может ослабить, краткосрочно ослабить доллар. Ну что, вот такие новости на эту неделю. Надеюсь, мы все с вами очень неплохо заработаем. Напоминаю, если вы торгуете у брокера A-Markets, можете совершенно бесплатно получить моего торгового робота. Пишите мне по ссылке в описании. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.